Давайте начинаем. Сегодня у нас 15 встреча в Zoom в цикле «Глобальное взросление». Тема сегодняшняя называется «Личные границы. Определяем, отстаиваем, ценим». Такое комплексное название, потому что личные границы — это не просто такая штука, которую нужно знать, она динамическая. Ее нужно сначала найти, потом отстоять, но еще и потом научиться сохранять, это ценить, и ценить не только в себе, но и в других. Потому что границы есть не только у нас, и нужно учитывать границы других тоже. Идем вперед. Сегодня у нас будет встреча, как обычно, около двух часов. Я расскажу, зачем это вам, расскажу свою миссию, напомню, правила, напомню, наших встреч, знакомства, не знаю, пропустим, наверное, будет у нас содержательная часть, интерактив, и еще одна содержательная часть, после которой будут вопросы. Значит, сейчас у нас как раз присоединяются еще люди. Сегодня мы определим, какие границы вообще подходят именно вам, потому что у каждого границы индивидуальны, и мы в интерактивной части хорошо поговорим об этом. Вы расскажете, что для вас именно важно, потом я расскажу о том, насколько это вообще важно в целом у всех, расскажу, что такое депривация, как она влияет на ваши поступки, на ваше поведение, на ваши границы, как вообще деликатно отстаивать свои границы, чтобы не поубивать окружающих, это я расскажу в самом конце, ну и как следствие ценить границы других. Вот такая у нас сегодня несложная программа, хотя тема, она такая очень практически ценная, мне кажется, она востребована. Так, миссию свою напомню. У меня большая цель – это участие в процессе глобального взросления, потому что я вижу, что мир обновляется, и миру нужны более обновленные люди, но их не нужно сюда завозить в других планет. Мы сами становимся новыми, обновленными людьми, более свободными от религий, от убеждений, от ложных убеждений, страхов, более ответственные, самодостаточные, уверенные, с адекватной самооценкой. С тему самооценки мы проходили уже на одной из наших встреч, но и любящий в балансе, в балансе любви к себе, к ближним и к миру в целом. Вот об этом тоже сегодня немножко поговорим. Правила работы нашей в группе – это ответственность личная каждого за себя, каждый берет ответственность за то, что вынесет из сегодняшней встречи по максимуму. Запись сегодняшней встречи будет, запись сегодняшней встречи будет выложена в открытые источники, поэтому если чье-то высказывание вы хотите, чтобы оно не попало в сеть, просто напишите мне об этом или скажите во время нашей встречи, я это вырежу. Сосредоточенность на процессе, постарайтесь эти два часа не отвлекаться. Активность – участвуйте в интерактивных ставках, потому что это даст вам максимум эффекта, потому что когда мы что-то думаем, это одно, когда мы говорим это вслух, это усиляет, а когда мы говорим вслух при свидетелях, это еще и повышает нашу уверенность и еще больше фиксирует в пространстве наши какие-то утверждения, наше осознание, наши находки. Честность – это важный параметр, благодаря которому ваша работа будет более эффективна. Если вы честны с собой, вы будете признаваться, что вам нравится, что не нравится, что вам подходит, что отзывается. Ну и искренность – это выносить это наружу, на наше общее обозрение, чтобы мы все тоже смогли об этом узнать. И когда мы друг с другом делимся, мы явно друг друга чем-то дополняем. Ну и снимаем корону, потому что сегодня мы все чему-то новому учимся, каждый по-своему, каждый что-то возьмет из этой встречи. О, Игорь, привет. Игорь у нас там на прогулке сегодня на улице гуляет. Хорошо, здорово. К нами даже уже с улицы участвуют люди, и это прекрасно. Итак, давайте пойдем сразу в тему личных границ в жизни. Как это вообще происходит? Они настолько разнообразные у нас, личные границы, мы, может быть, не задумывались даже, как многограны не бывают. Смотрите, вам наступили на ногу где-то в общественном месте, в транспорте, неважно. Это тоже нарушение личных границ, потому что границы вашего тела – это явно ваши. Залезли в карман. Вопрос имущества – это тоже ваши личные границы. Друг пригласил в гости, у вас планы. Планы на вечер были свои, личные. Как вы поступите? Кто-то пойдет в ущерб своим планам и пойдет в другую, а кто-то, наоборот, скажет, извини, парень, у меня уже есть планы, я к тебе не пойду сегодня. Это тоже вопрос личных границ. Уже не про тело, не про имущество, но про что-то другое, про ваше время. Коллега переложил на вас часть работы, и вы либо примете, либо откажетесь. И это тоже вопрос установки личных границ. Границ вашего времени, вашего внимания, энергии, то, что вы будете вкладываться. Дальше очень популярный вопрос. Мама звонит и вываливает на вас все свои проблемы и новости, а вы вынуждены ее слушать. И это вопрос личных границ, потому что вы вынуждены или не вынуждены, вот тут вы решите сами. Если ваши границы четко отстроены, то вы маму не будете слушать, когда она вам будет говорить то, что вам не нравится и то, что вам не интересно. Дальше. Более глубоко. Родители требуют от вас отчета, как вы живете, докладывайте, отчитывайтесь, да, и вообще советуйте с ними по каждому поводу. Это тоже явное нарушение личных границ, потому что родители часто живут жизнью своих взрослых, уже детей, неважно, что им там 25, 35, 45 лет, они все равно навязывают свое внимание и считают, что это нормально. Ну или даже такой момент, как вам предлагают навязчивую рекламу где-то в интернете, где-то в телевизоре, еще что-то. И если задуматься, то это тоже нарушение ваших границ. Вы это не заказывали, а это в вашу жизнь приходит. Это граница вашего внимания. Границы, как видите, очень многогранны. В чем они вообще проявляются? Ну вот если так вкратце хотя бы набросать основные такие виды, где мы встречаемся с личными границами, это границы нашего тела, это границы нашего времени, внимание, на куда наше внимание направлено, пространство, наше личное пространство и насколько мы им владеем или насколько позволяем в нашем пространстве сходить другим людям, это тоже наши личные границы. Ну ресурсы или деньги, имущество любое. И воля – это такой глобальный ресурс наш, которым мы, собственно, формируем жизнь вокруг себя. Но именно здесь зачастую личные границы меньше всего простроены. Очень многие люди живут не по своей воле, не позволяют себе даже жить по своей воле. И в этом вопрос большой, потому что этот вопрос идет из воспитания. Чьи они вообще границы? Интересный вопрос. Личные границы – это границы личности. Личность – это я. А кто такой я? Кто такой я, который устанавливает вот эти границы? Давайте надо этот вопрос задуматься. Кто такой я? И как вот лично вы, вот задумайтесь сейчас о себе, как лично вы определяете, кто вот этот я, который устанавливает свои границы? Кто я такой, что границы свои определяют? И в чем они тогда у меня лично? Мы сегодня будем постоянно возвращаться к вам, чтобы вы лично для себя внутри отстроили эти моменты. Потому что границы некоторые, они у нас на автомате где-то простроены, где-то нет. И очень полезно задуматься о том, а где же у меня пробел в границах? И начать нужно с того, а где у меня – это у кого? Кто вообще сейчас у микрофона у меня внутри-то? Кто? Это я такой, который расставляет какие-то еще вокруг себя границы. Итак, многие люди задумывались до нас об этом. Конечно, мы не первые на этом пути. И были очень умные люди, которые придумали такое понятие, как «я-концепция». Они придумали, что «я» – это вообще нечто, что нельзя очертить какими-то физическими границами. «Я» – это вообще некая концепция. То есть это некое такое мысльное формирование, которое просто можно как-то описать. И при том разные философы, разные авторы давали разное описание. Ну вот я одну из таких классических «я-концепций» по Вильяму Джеймсу. Он назвал личность неким глобальным «я», таким соборным, комплексным «я». И в нем разделил на два таких составляющих интересных. То есть есть эмпирический объект, в английском – это «me», и оценивающее сознание – это «i». И у него получается интересная такая метафора красивая – «я познаю и я». То есть по-английски это «i» – оценивающее сознание. «Познаю я» – эмпирический объект. «Я сам себя познаю и я, одновременно себя оценивая, одновременно являюсь объектом исследования, объектом оценки». Вот сам в себе такая вещь в вещи, да, шкатулка в себе самой. И это вопрос, конечно, философский. Мы туда сильно глубоко сегодня погружаться не будем. Но задумайтесь, что есть некое «я», а есть некое «я», которое наблюдает за этим некоторым «я». Вот это вопрос такой в глубину. Когда мы начинаем туда идти, несколько раз подряд, если кто-то наблюдает за мной, то интересные есть выводы. Например, практика классическая, которую я периодически тоже людям даю в коучинге – наблюдение за собственным «я» для того, чтобы разотождествиться собственными мыслями. Человек приходит мыслями, говорит, я не могу от них избавиться. Я говорю, хорошо, а наблюдай за этими мыслями со стороны. Хорошо, наблюдай за мыслями со стороны. Они начинают растворяться, исчезать. Хорошо. Следующий вопрос – а кто такой ты, наблюдающий за этими мыслями? Он такой, опа, а кто это «я»? И начинает смотреть на это «я» со стороны. Я говорю, хорошо. Следующий вопрос – а кто такой ты, наблюдающий за тобой, наблюдающий за этими мыслями? Раз, цепочка увеличивается. Опа. И если несколько раз задать человеку этот вопрос, он настолько уходит вглубь себя, что он теряет практически ощущение с телом. Он уходит как раз в какую-то такую глубину, где он начинает вдруг соприкасаться с источником. Так можно уйти в точку соприкосновения с источником и можно пережить достаточно интересный опыт сакральный. Но наша задача сейчас просто вспомнить о том, что ты есть. Вспомнить о том, что «я» наше – это нечто такое метафизическое. Но когда мы из метафизического выныриваем в реальность, то в реальности нужно очертить свои границы по некоторым параметрам. В «я» концепцию, кстати, тоже входит, что есть материальное и нематериальное «я». Есть духовное, материальное, социальное, телесное и так далее. Мы вот тоже видим, что оно многогранно. Мне больше нравится другая концепция, которая, мне кажется, одна более красивая. Когда мы воспринимаем весь единый организм Вселенной как единое целое. Метафора – древо жизни. Очень древний классический символ, я его даже здесь привел. Древо жизни у многих народов присутствует. То есть есть единство вверх и низа, есть взаимосвязь вверх и низа, есть взаимодействие всех составляющих. И в этой метафоре каждая клеточка, составляющая дерево, она является одновременно и частичкой, отделенной от других, и одновременно частью единого целого. Смотрите, каждая клеточка, она другая, она не такая, как остальные. Например, клеточка ствола, она предназначена, чтобы дерево держать крепким, чтобы прокачивать из себя жизненные соки вверх-вниз. Клеточка корнев, она другая. В корнях клеточки немножко другие по виду и немножко другой функционал. Они высасывают жизненные соки какие-то из земли, влагу, поднимают ее наверх, куда-то отдают высшим слоям этого дерева, минеральные вещества какие-то там впитывают, и принимают что-то, что поступает сверху. Клеточки листьев, которые на вершине, они совсем другие, они вообще зеленые, они наполнены хлорофилом, они преобразуют солнечный свет в энергию, в глюкозу, в что-то такое питательное, что питает потом весь организм этого дерева и пускает все это вниз. Значит, каждая клеточка, она отличается от другой. И они разные, у них разный функционал. Поэтому можно сказать, что у них есть у каждого свои границы. К тому же на физическом уровне у каждой клеточки есть вообще граница клеточки. Но при этом каждая клеточка не может жить отдельно. Вот если клеточку из дерева вытащить, она практически тут же умрет. И если клеточка живая, значит, она в рамках единого живого организма. Нужна, полезна и поэтому подпитывая. Организм питает то, что питает организм. Вот так у нас строится наша метафора дерева. И весь мир построен по этому же принципу. Мы, каждый человечек, это как клеточка единого живого организма. И здесь, когда мы действуем во благо живого организма, в первую очередь, то этот организм нас и подпитывает. Так строятся, в общем-то, и заповеди в христианстве в то же самом. Если первая заповедь там, то возлюби Бога превыше всего. Вторая уже возлюби ближнего, как самого себя. И Бога превыше всего. Это как раз и есть про то, что нужно единый организм в первую очередь о нем заботиться. А во вторую очередь уже о более нижних уровнях, о ближнележащих уровнях того же самого единого организма. Философский принцип, уже не религиозный философский принцип, единство и борьба противоположностей, которые философия считается основоположным в мироздании, он тоже про это самое. Где отделенность, она вроде не равна единству, но именно гармония отделенности и единства рождает мир таким, какой он в нас присутствует. И вот теперь смотрите, в этой концепции есть я, которая имеет свои границы как отделенная, и есть я как клеточка единого организма, которая в принципе не может иметь границ, потому что это часть единого организма, и границы они за пределами одной клеточки. И здесь получается ирония, что с одной стороны мы обязаны наставлять границы, с другой стороны мы всегда должны помнить о нашем единстве со всеми остальными такими же точно живыми организмами. И в этой гармонии такой, с одной стороны противоположной, с другой стороны очень красивой, мы, в общем-то, и можем выстроить правильно свои границы. А почему вообще другие нарушают границы? Давайте вот перейдем от таких концепций к более практической плоскости. Почему другие нарушают границы, наши границы? Ну, во-первых, они просто могут не знать о наших границах, они могут не знать, где они начинаются, где они заканчиваются, мы ведь сами их устанавливаем. Ну и второе, они, бывает, знают, где наши границы, но не уважают их. Уважение от русского слова вага, вага – это вес, то есть они не придают веса, не придают значимости нашим потребностям. Они свои потребности ставят более ценными, более весомыми, чем наши потребности, поэтому наши границы нарушаются. Вот в приведенных примерах, я говорил, когда, допустим, мама звонит и навязывает свои какие-то боли, переживания, страдания и новости по телефону и считает обязанность, что мы должны ее выслушать. Мама такая, она не ценит, не уважает потребности своего ребенка, который уже взрослый, которому уже есть своя жизнь. Она считает, мама, что ее жизнь, ее потребность высказаться и потребность быть услышанной, она гораздо важнее, чем потребности ее ребенка жить какими-то своими делами. Вот, это про уважение. То есть бывают, другие не знают о наших границах или знают, но не уважают. С нашей стороны, что происходит? Почему наши границы нарушаются? Все просто. Во-первых, зачастую мы им просто не сказали, где наши границы начинаются. Это самая такая большая проблема и самая большая беда в выстраивании границ. Люди просто не определяют свои границы, не озвучивают их, и, соответственно, другие так и не знают, а где они начинаются, а где кончаются. Очень часто в обществе принято додумывать, а где же наши границы, где границы, вернее, другого человека начинаются, где границы заканчиваются. И мы склонны додумывать это неправильно, некорректно. Очень часто мы думаем, ой, а я буду ему неудобным, ой, а я могу быть навязчивым, ой, а я, наверное, помешал, а я, наверное, еще что-то. И вот эти такие из низкой позиции, скажем так, ожидания границ другого человека, они зачастую некорректны, потому что границы другого человека часто начинаются не там, они начинаются глубже. Например, мы боимся быть навязчивым человеком, а если мы спросим человека, оказывается, что у него есть время, есть интерес, и он готов с нами пообщаться, и мы вообще ему не навязчивы. Или где-то мы боимся человека обеспокоить, а он, может, сидит и скучает, ему как раз заняться нечем, и он вполне готов нас выслушать, и ему будет это хорошо. Но мы это узнаем только когда озвучим, только когда спросим, только когда пойдем во взаимодействие. Поэтому очень важно свои границы заявлять. Так вот, почему другие нарушают наши границы? С нашей стороны мы им не сказали, а второй вариант – это когда мы им говорим, но не отстаиваем. И это очень часто тоже случается, потому что у нас, во-первых, запрет на агрессию, это с детства воспитанная такая тема, нам запрещают отстаивать свои границы. Представляете? То есть есть личность, есть наше тело, есть пространство, есть время, все это у нас есть, но нам запрещено обо всем этом заботиться. И это очень удобно, потому что тогда другие могут наши границы нарушать, а значит этими границами они могут игнорировать их и пользоваться нашими ресурсами, нашим телом, нашим временем, нашим вниманием и всем-всем-всем, что у нас есть вообще. Вот когда другие нас используют, то это всегда палка о двух концах. С одной стороны, они слишком многого хотят, с другой стороны, мы слишком многого позволяем. И это наша беда, но она в наших силах, и мы можем ее исправить. Давайте пойдем в интерактив. Как это у вас? Вот я задал перед встречей три не очень сложных вопроса, но мне кажется, они помогут вам задуматься о том, как это у вас происходит. Как вы определяете, что мое, а что не мое? Я задал два таких направления. Например, в пространстве совместного проживания очень часто там бывают непрописаны границы, неопределены, и от этого возникает напряжение, потому что постоянно каждый думает, что на мои границы наступили. И второй вопрос, это в финансах, в семейном бюджете, например. То есть есть совместный бюджет, либо там муж и жена, либо там мама и ребенок, и взрослый ребенок, уже такой подросток, скажем, у которого есть свои потребности, нужно как-то эти границы финансовых потребностей тоже взаимно определять. Вот эти моменты, они такие самые типичные, скажем так, для жизни, где границы постоянно, мобильные, постоянно приходится у них договариваться. Вот. Второй вопрос, в чем вы готовы активно отстаивать свои границы? И варианты тела, время, внимание, деньги или воля? Я специально вот эти моменты выбрал, потому что именно здесь мне видится, что у людей есть перекосы. Кто-то, допустим, слишком отстаивает границы тела, но совершенно не заботится о времени, внимании, там еще о чем-то. Кто-то там, наоборот, волю свою прям прокачивает, что вот воля моя только нужна. У каждого свое здесь, и мне хотелось бы, чтобы вы задумались, а что у вас? За что вы активно готовы отстаивать свои границы? Вот в какой области? Что для вас более важно? Ну и третий вопрос, кто главный нарушитель ваших личных границ? Это вопрос задуматься о своем окружении. Кто тут, кто здесь вообще? Кто вокруг меня собрались эти люди? И почему они постоянно топчутся по моим границам вообще? Кто им позволял? Задать этот вопрос, кто главный нарушитель, это значит собрать некую статистику вообще по своей жизни. Так, а кто мне вообще нарушает? Так, вот этот нарушает, вот этот нарушает. Блин, сколько у вас много, ребята? А кто из вас самый главный? И вот третий вопрос, он такой, я думаю, он вам посеет зерна, которые прорастут в ближайшее время в вашем поведении, потому что вы задумаетесь, что это вообще они вам границы нарушают? Поэтому три вопроса, они, кажется, одновременно и помогающими, и раскрывающими вас в том плане, что вы задумаетесь и обнажите, вот где ваши границы нарушаются или где ваши границы действительно для вас очень важны. Давайте подключимся на эти три вопроса, давайте попробуем ответить вслух. Кто у нас готов сегодня поднять руку и выступить в нашем замечательном мероприятии? Включайте микрофон. Катя, вот я вижу, Катя у нас сегодня подключилась. Давайте Катю попросим. Катюша, мне надо отсюда это делать. О, Катя, я нажал попросить включить. Катя, мы тебя слушаем. Всем привет. Привет. Да, всех рада видеть. Даже успела соскучиться по встречам в Зуме каждую субботу. Ты пропускала, да, но у тебя очень нагруженный график, я знаю. Молодец. Ты много успеваешь. Так, ну, по вопросам. Так, сейчас я открою вопросы. Так. Как вы определяете, что мое, что не мое? Ну, с этим, наверное, я это делаю чисто интуитивно. Ну, то есть, понятно, что есть мое, там, условно, допустим, мой дом, там, моя квартира, мое рабочее место. Это вот как раз такое моя сфера влияния. не мое. А, подождите, здесь пространство совместного проживания еще, да? Да, да, да. Ну, два аспекта, совместное проживание и финансы совместные с кем-то, если есть. По поводу первого, я думаю, что здесь довольно сложно, потому что мне хочется именно как можно больше пространства занимать. И это, конечно, чревато тем, что я, скорее всего, нарушаю границы другого человека, потому что, ну, такая хозяйка. Хозяйка в доме. А вот вопрос, Кать, как ты определяешь, что это пространство, на которое ты распространяешь свое хозяйство, как ты определяешь, что это пространство твое, а не чье-то, чужое? Ну, возможно, это какие-то вещи связанные со мной, то есть я как-то пространство еще обозначаю, либо там какие-то могу там картины разместить, или как-то вот еще облагородить, не знаю, там дом, комнату, квартиру. Ну, тогда у меня появляется понимание, что да, это мое. То есть Вообще сложно. То, во что ты вложилась. Вот интересный вопрос, да, потому что мы об этом не задумаемся. Оно почему-то мое, да, вот когда мы начинаем определять, почему это оно мое. Вот ты сейчас начала критерии, что ты в это вложилась. Ну да, ты прав, то есть когда я вкладываю энергию в какую-либо во что-то, то я начинаю это чувствовать уже своим. То, куда я энергию не вкладываю, соответственно, оно как бы, я туда стараюсь и не лезть особо. Хорошо, понял. Второй вопрос. В чем ты готова активно отстаивать свои границы? Вот там тело, время, внимание, деньги, воля. В чем? В чем что для тебя важнее? Ну, здесь это точно у меня внимание и воля, и деньги. Это прямо такой у меня приоритет сейчас серьезный, потому что где внимание, там вообще все. И да, сейчас стараюсь это как-то контролировать, куда мое внимание уходит, на что я направляю. Меньше вкладываю в тело, наверное, в меньшей степени именно вот как-то, ну, убывающее, наверное, поставила на последнем месте именно тело. Интересно. Ну хорошо, вот это твои приоритеты, они нормальные для тебя. Дальше, кто главные нарушители твоих личных границ? Раньше их было просто очень много, просто вот прям каждый второй. А теперь ты их поубивала, да? До последнего года я серьезно изменила свое окружение по таким качествам, как его поддерживающее, вдохновляющее окружение. Поэтому таких злостных нарушителей, к счастью, ну, я не могу уже так прям выделить. Есть некоторые поползновения, которые я корректно могу уже отстоять. Ну, это такой, как бы, мне кажется, кэшбэк из прошлого. Отлично, отлично. То есть вот ты, какой-то у тебя процесс как раз был, что ты расставила свои границы, и теперь нарушителей стало значительно меньше, вот, и у тебя явно в этом прогресс. Поздравляю. Да, спасибо. Спасибо, Катя, спасибо. Так, давайте теперь попросим включить, например, Игоря. Игорь вот гуляет. Наверное, скучно там гулять без нас. Давайте, Игоря, попросим. Отключить звук. Все, мне очень скучно, но в то же время мне не дают скучать. Поэтому, если перейти сразу к третьему вопросу, главный нарушитель, это, конечно же... Они очевидны, они в кадре, они в кадре. Это, ребята, потому что сегодня я хотел поучаствовать поучаствовать в нашем семинаре. Но вот участвую, конечно, но, может быть, мне не совсем удобно, потому что Степу надо качать, за Машей нужно следить. Но мне все хорошо слышно. Я надеюсь, что и меня тоже слышно. Да, отлично слышно, Игорь. Что касается пространства и как я его там определяю, как я его ограничиваю. Но если говорить не о доме, а, например, о работе, то там очень важно определить, где твое рабочее место, как оно должно выглядеть. И для меня вот это было всегда очень важно. Поэтому для меня важно было, чтобы мое рабочее место всегда было чисто, что там все, если там есть какие-то книги или какие-то бумаги, что все они должны лежать аккуратно. И вообще для меня всегда было важно, чтобы всем было понятно, что это мое место. Чтобы другие люди не оставляли на моем столе свои чашки из-под кофе или чая. И так далее. И не оставляли следов в своей жизнедеятельности. Что касается дома, то да, очень важно, чтобы был свой стол или какое-то место, где вы могли бы работать. Для меня важно, чтобы моим телефоном пользовался только я, что дети его не брали. Ну и какие-то вещи отдельные, например, как компьютер и так далее. Вот это очень важно. Что касается второго вопроса, то все, что касается базовых потребностей и финансов, то здесь я готов отстаивать все свои позиции, свое пространство и все свое. И здесь как бы компромиссы, конечно, какие-то возможные, но это для меня очень важно. Что касается творчества и самореализации, то здесь да. Ну, мне бы хотелось, конечно, и всегда хочется заниматься тем, чем я хочу заниматься. И если кто-то в этом хочет поучаствовать, то, конечно, да. То, конечно, да. Но я не люблю, когда... Ну, и стараюсь не допускать, когда кто-то перехватывает у меня власть, скажем так, или перехватывает то дело, которым я занимаюсь, тот проект. Я этого тоже не допускаю. Если я веду какой-то проект, то я его, ну, так просто не отдам, скажем так. А проблемы, с которыми я сталкивался на последнем месте работы, что, как правило, кто-нибудь инициирует и начинает лидировать какой-то проект. И другой, там, какой-нибудь яркий исполнитель, скажем так, иной раз старается перехватить управление этим проектом, влезть в него, навязать что-то свое и так далее. И вот я знаю, что многим ребятам это очень сложно отстаивать. Но отстаивать нужно, потому что по-другому ты не сможешь его выполнить просто хорошо и качественно. А это и так получается, что тот человек, который перехватывает, ну, и что-то хочет сделать по-своему, как-то это дело освоит, но за результат-то, ну, не всегда готов отвечать, потому что, ну, как сказать-то, ну, нету такого понимания, нет такой ответственности. Вроде хочется сделать как лучше и так далее. Ну вот, пожалуй, пожалуй, все. Отлично, Игорь, спасибо. Я хочу подчеркнуть, что сразу стало видно, где ты границы готов подставить. То есть у тебя это явно вот рабочее место, значит, я-концепция, я-это человек в работе, я-это предприниматель, я-это сотрудник, да, я вот, я человек дела. Вот это твоя роль, в которой ты границы готов активно отставить, значит, здесь ты себя видишь, как я-концепция именно вот дома. А все остальное, например, я как папа, да, там у тебя граница, я как семенин, граница у тебя гораздо мягче. Роль такая, она у тебя там очень маленькая такая, да, пластичная, скажем так. Молодец, здорово, здорово, хорошо, что ты об этом рассказал, как это работает. Спасибо, Игорь. Так, микрофон выключили. Так, хорошо. Ирина вот улыбается, давайте Ирину попросим рассказать нам, как же границы, как ты определяешь, что границы твои или не твои дома, пространства? Ну, я, наверное, начну с третьего пункта, потому что это, да, когда прислал задание, мне сразу пришло воспоминание, что главные нарушители появились, естественно, в самом детстве – это родители. И у нас это вообще, в принципе, там, в наших поколениях не принято, чтобы там родители со стуком в дверь входили, в твою комнату там и так далее. И вот эти всякие там употребления различных слов, названий, что ты как будто уже изначально твоя ценность, она обрубилась вот на корню, что ты вообще никто. И, в общем-то, места твоего здесь его априори нет. И с того момента, естественно, вот и началось, наверное, выстраивание этих границ. По сути, я понимаю, что я их, ну, мне только вот, не знаю, может быть, несколько лет назад получилось их выстроить. И с мамой периодически все равно это еще фонит, эта вся история с границами. Поэтому у меня это точно родители. По первому вопросу, как я определяю, что мое, что не мое, ну, вот так вот я анализирую. Вот не отзывается почему-то, вот что здесь что-то было не так, потому что вот все партнерские отношения, ну, в основном-то как бы, ну, и длительные отношения. То есть мои границы были, человек мои границы уважал, и я его тоже, и как-то даже вот не было даже мысли о том, что чье, вот оно как-то вот по факту вот так было, что это понятно было базово. Ну, вот не знаю, мне что-то больше как-то ничего не приходит. Хорошо. В чем активно отстаиваю? Ну, если со стороны все равно так или иначе, там чужие люди, друзья, знакомые там на работе, ну, опять же, также родители, мама. Ну, вот у меня точно это время. Вот эта вот история со сливанием какой-то информации мне у меня была с этим проблема. То есть я могла выслушивать долго и нудно, давать какие-то советы, понимая, ну, не понимая того, что человеку как бы это не нужно, нужно просто слить, и это граница моя. Табу у меня вот абсолютно сейчас по теме денег, то есть у меня прям вот четко стоит прям конкретная стена, когда мне задают вопрос там, касаемо денег, а сколько это стоит, а сколько ты за это заплатила, там, а сколько там ты получаешь, там, ну, или еще что-то. То есть вот здесь у меня как бы четко, что нет. Ну, даже не знаю. Отлично. Как-то все. Ну, то есть здесь у тебя приоритеты четко отставлены. Интересно, что вот один момент у тебя такой в зоне неосознанности, как ты определяешь, что мое, что не мое. То есть для тебя это пока такое, ну, вот как-то само собой получается, да, и когда есть человек, с которым взаимно получается, тоже это как бы без договоренности, то и хорошо, да. Ну, наверное. С собачкой тоже ты, наверное, границы хорошо определяешь, там, где собачкино пространство дома, где твое. Ну, вот, кстати, тоже я об этом подумала. Она-то вообще нарушает мои границы. Вот. Она-то не знает. Это интересно. Ты ей-то не объяснила. То есть, ну, вот как-то да, потому что иногда бывает такой момент, что я еще хочу спать, а ей вот уже приспичило играть, например. Я должна идти как бы на поводу, потому что мне-то уже не спится. Ну, вот это, да, это интересная история, конечно. Вот, вот. Вот видишь, есть, оказывается, там, пробелы в границах. Ну, вот, понимаешь, оно как всегда. То есть, приходит тема, опять не моя тема, начинаешь в процессе слушать и понимаешь, что тема-то моя. Есть что-то. Да, да. Ну, вот интересно, да. Мне то, что отозвалось из того, что ты рассказывала, что классно у тебя осознанно есть тоже результат работы над собой, результат работы над границами в отношении мамы, да, ты раздвинула ее сейчас, перестала вот это, перестала позволять ей нарушать свои границы, и, наверное, с другими людьми тоже. Но есть определенная зона неосознанности, как ты определяешь, что мое, что не мое, и есть вследствие этого неумение донести, может быть, о своих границах, как-то управляем. Наверняка у тебя есть методы, как жестко поставить свои границы, да, учитывая твой характер, что ты можешь жестко заявить об этом, это да. Да, но это происходит обычно, когда мы уже слишком долго, слишком глубоко позволили нарушить свои границы, это значит слишком, как бы, да, только чрезмерно. А вот выстраивать пограничный вопрос деликатно, вот здесь может быть, как бы, зона для роста, потому что для этого нужно определить сначала себе, а почему я заявляю, что это мое, на основании чего, да, и объяснить это второй стороне, чтобы тебя тоже поняли. Вот, ну, можешь тренироваться на собачке, ей сложно объяснить, но если даже собачке объяснишь, то людям точно. Хорошо, поняла, спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо, Ирина. Так, и еще вот у нас Юлия Соловьева присоединилась, давно у нас Юлия не была, давайте Юлию попробуем включить. Вот, Юлия, рада вас слышать. О, даже видео включили. Все, спасибо. А, добрый вечер. Ну, это нормально. Вот, у вас тоже есть нарушители границ. Да, вот это прям мой главный нарушитель. Это мой ребенок. Во всем пунктам он тренирует, да, по границам. Хорошо. Как у вас, Юлия, получается определить, вот, совместно с вашими домочадцами, вот, то пространство совместного проживания, какие-то вот другие, может быть, моменты. Как вы определяете для себя, что ваше, что не ваше? Наверное, мы это определяем чисто по договоренности. Каждый определяет, что ему нравится в доме. Какая посуда, какая одежда, где он любит сидеть и так далее. Вот. А все остальные просто на это место не претендуют. Вот и как-то закрепляется за человеком его вещи, его место. Очень разумно, очень осознанно. Браво. Так, здорово. Хорошо. А в чем вы активно готовы отстаивать свои границы? Вот что для вас важно? Какие аспекты? Вот из пяти перечисленных, наверное, самое такое болезненное это время. Мне его так не хватает. Так не люблю, когда у него посягают. Меньше всего приоритета у денег. Спокойно совершенно к ним отношусь. Легко расстаюсь, легко получаю. Не то, чтобы там нет границ. И, например, если у меня просят, я легко даю. Я все равно посмотрю, какой человек, можно ли ему давать, можно ли давать столько, сколько он попросит и так далее. Но это вещь, с которой мне легче всего договориться и легче всего отстоять, наверное, свои границы, деньги. А вот что такое, отстоять свои границы в плане воли, мне не очень понятно. То есть продавить всех остальных, как я хочу. Да. Да, да. Да, может быть так, а может быть еще не очень принято признаваться себе, а что я на самом деле хочу. И не очень принято отстаивать то, что я хочу, легче уйти в какой-то компромисс. Может быть, привычная модель, компромиссная. Вот это чувствуется, да? И вот этой моделью активно пользуется вот ваш нарушитель границ, который бегает там сзади. Он прям ей пользуется. Хорошо. Ну все, Юлия, спасибо. Спасибо, что рассказали. Очень здорово, хороший пример. Так. Выключаем звук. Спасибо. Давайте пойдем дальше. Значит, личные границы. Как вот для себя я определил, что такое личные границы, вообще личные границы, о чем это? Мне легче, опять же, идти через потребности. Мы уже проходили систему потребностей, там, где была тема счастья, там, где была тема взаимоотношений, друг с другом, там везде. Если пирамиду потребностей вспомнить, то по этим уровням очень хорошо разложить наше вообще составляющее, чего мы хотим, что нами движет и какая у нас мотивация в наших поступках. Так вот, если через призму вот этих потребностей понять наши границы, то становится тоже все на свои места. Наши границы бывают в плане безопасности. Мы определяем, мы хотим себе определенную зону комфорта, что называется. Притом она не всегда физическая. Она бывает и ментальная, какая-то, да, мы не хотим новых знаний, потому что они рушат нашу картину мира и хотим оставаться в какой-то привычной, да. Есть такое, ригидность, сопротивление переменам. Это тоже про безопасность, про потребность безопасности, и там есть свои личные границы. Мы не хотим информации, допустим, которая, которую там мама звонит и рассказывает, какую-то негативную информацию, которая меняет наше состояние. Мы чувствуем себя тревожно. Она рассказывает, что везде пожары, наводнения, убийцы, насильники, воры, воины, и все это так плохо. И наша безопасность, она рушится. Мы не хотим этого. Хотя телу нашему никто не угрожает. То есть безопасность – это вообще не всегда про тело. Это нечто такое, опосредованное. Так вот, границы бывают в зоне безопасности. Границы бывают в плане эмоций. Мы можем эмоции свои проявлять, не проявлять. Мы можем эмоции других людей принимать, не принимать. Границы взаимодействия вообще в плане управления какими-то совместными поступками. Границы совмещения воли друг с другом. Дальше. Границы в заботе. Я хочу получать больше заботы. Я хочу получать меньше заботы. Слишком много вы обо мне заботитесь. Я хочу больше свободы. Бывает такое у подростков. Они говорят, хватит, но не заботитесь. Или когда лет 20 говорят, не учите меня жить, помогите лучше материально. Есть разные варианты заботы. И не всегда заботы мы прям хотим. Бывает, мы от нее отталкиваемся, потому что нам хочется побыть в себе, в своем пространстве, в своей воле. Границы в самовыражении. Мы отстаиваем границы порой в самовыражении, потому что нам хочется делать, как я хочу. Я хочу проявить себя в этом мире вот таким, какой я есть. И мне не хочется быть как все. Мне не хочется встраиваться в рамки какие-то. Пусть они какие-то правильные и неплохие, но для других они хороши. А, как говорят в народе, что русскому хорошо, то немцу смерть. И что для одного подходит, другому можно быть совершенно не по шерсти. Мировоззрение. Здесь мы тоже можем отставить свои границы. Опять же, да, мы хотим свою картину мира, свое понимание, что такое правильно и неправильно, свои какие-то знания получать, а не такие, какие нам могут советовать кто-то из окружающих. И духовные ценности. Мы можем по своим духовным принципам жить, по-своему определять, что такое хорошо, что такое плохо, куда развиваться. И это тоже зона, где наши границы лучше определять и стоит их защищать от каких-то невоснованных изменений. Кто определяет границы вообще? Как мы эти границы определяем и кто определяет? Конечно, мы определяем вот эти границы только сами. Только сами, только изнутри. И вот на каком уровне мы это определяем? Как я говорил, концепция «я», она такая, в глубину несколько уровней у нее есть. Есть «я», который просто «я», а есть «я», который наблюдаю, я оцениваю себя, есть «я», который наблюдают наблюдателя и так далее. И кто-то из этих, из этой цепочки определяет наши границы. И чем ближе к источнику, чем больше в глубину, тем они как-то вот на самом деле ближе к нашей истине. Но бывает, мы определяем границы от ума, надуманно, и, ну, это тоже наше право, скажем так. В любом случае, какие мы бы границы не определили, это просто наша такая, наша установка. Мы так выбрали, наш выбор. Но в этом выборе заложено влияние других. Оно заложено всегда, потому что как только мы родились, на нас влияют другие. И первые – это те, кто нас вообще родили, потому что они, родители, нам дали тело, нам дали, вырастили вот наше тело, дали возможность воплотиться и дают возможность выжить в первые годы жизни и обучиться тому, как здесь вообще в жизни себя применять. Так вот, первое, чье влияние на наши границы оказывается – это родители. Затем, когда подрастаем, это сверстники, затем партнеры противоположного пола и затем в целом весь социум, который тоже на нас влияет так или иначе своими культурными ценностями, своими правилами, своим примером, своей социальной иерархией и так далее. Мы во все это встраиваемся и везде там у нас идет взаимодействие с другими людьми, которые так или иначе на наши границы влияют и воздействуют. То есть мы границы свои устанавливаем, как хотим, но при этом вынуждены быть постоянно под влиянием окружающей среды. В этом плане мне очень нравится такая модель установки своих границ, которую я называю упругость. Что такое упругость? Это когда наши границы, они восстанавливаются. То есть границы могут быть мягкими, слабыми такими, да, или жесткими, слишком жесткими границами. Вот я так установил свои границы, я буду их отстаивать только такие, что они будут ни шагу назад, все, отступать некуда. Вот такие границы жесткие, на них тратится много ресурсов. Очень много ресурсов бывает, потому что бывает кто-то сильнее. И в какой-то ситуации, знаете, есть такое понятие, пошел на принцип. Это как раз человек решил, я так буду, я так буду всегда. И он отстаивает это даже там, где это незначительно кажется. Он отстаивает это не ради ситуации, а ради принципа, ради утверждения своего принципа в самом себе. Вот на это тратится очень много ресурсов. Жесткие границы, они затратны. Мягкие границы, излишне мягкие границы, это другая крайность. В излишне мягких границах нас продавливают. Нашу волю подавляют. Мы начинаем жить не своей жизнью. Нашим телом, нашим временем, ресурсами начинает кто-то пользоваться. Мы свои границы позволяем продавить. И это тоже не ведет к успеху. Если жесткие границы, это энергозатратно порой, но там как бы мы чувствуем себя уверенно, то в мягких границах мы себя чувствуем неуверенно и чувствуем, что мы живем какой-то не своей жизнью, что приводит в итоге к каким-нибудь депрессиям. И есть золотая середина. Это упругие границы. Упругие границы – это которые гибкие, но восстанавливающиеся. То есть, когда на наши границы излишне давят, мы можем их позволить прогнуть, но понимая, зачем мы это делаем. И как только воздействие удаляется, мы снова восстанавливаем свои границы. Мы понимаем, что делаем это ситуативно. То есть, такая вот гибкая, ситуативная упругость, она, на мой взгляд, является золотой серединой, которая спасает и от излишней упертости, которая затратна, и от прогибов, которые ломают нас вообще как личности. Вот такую упругость я бы рекомендовал вам взять на заметку. К этому можно стремиться, и это очень такая живучая модель. Дальше. Я расскажу вам сегодня еще об одном интересном таком понятии, которое помогает увидеть, насколько наши границы бывают подвержены влияниям, и насколько они со стороны бывают уязвимы. Вот есть такое понятие депривация. Депривация от латинского слова, которое означает там потери, лишения. То есть, депривация в психологическом смысле – это утрата возможности удовлетворять потребности. Полностью, частично, неважно. То есть, какое-то умаление нашей реальной существующей нужды удовлетворяет свою потребность. Чтобы понять слово депривация, можно понять корень слова. Смотрите, корень – приват, привация. Корень – private от английского. Это частный, личный. И чтобы понять ее смысл, можно вспомнить слово приватизация. Приватизация – это когда что-то государство мы делали частным, частной собственности. Такое правило – это когда частная собственность. Это мое личное, вот прям вот мое. Депривация – это антиприватизация. Это когда что-то становится не моим. Вот смысл этого слова. И он сейчас хорошо как раз про границы нам поможет понять. Депривация – это когда мое становится не моим. Вынуждено по каким-то там причинам. То есть, что-то мое теряется. Примеры депривации, которые бывают. Социальная депривация. Это утрата возможности общаться с людьми в какой-то мере. Сенсорная депривация. Утрата возможности воспринимать сигнал органам чувств. Закрыть глаза. Сенсорная депривация у некоторых испытывается. Закрыть уши, еще что-то. Это нас ограничивает. Все это ограничивает. И оно нарушает наши границы так или иначе. Эмоциональная депривация сильно нарушает наши границы. Оно возникает, когда человек лишается эмоциональных реакций, которые исходят от других людей. То есть, нас, допустим, игнорят. Нас игнорят. Это не то, чтобы явно открыто нарушение наших границ. Но именно в нашу сторону, если закрыт поток эмоций, мы чувствуем себя как-то неловко, что-то не то. И это тоже депривация. Дальше. Депривация сна. А, ну или в эмоциональном плане, кстати, да, когда нам запрещают свои эмоции проявлять. Это вот явно нарушение наших границ. Когда мы не можем открыто эмоционировать так, как нам хочется. Депривация сна. Тоже один из вариантов депривации, да, неудовлетворения потребностей во сне. Материнская депривация, очень такая распространенная. Периодическое прохладное отношение мать к ребенку, недостаток любви от отношения к матери. Двигательная депривация, когда какое-то ограничение в движении. Ну, в общем, очень много вариантов депривации. Там это научная такая тема, она их изучает. Но в нашем случае, давайте к теме личных границ это все прикрутим. Откуда начинаются, через какие виды депривации получаются наши слабые личные границы, с которыми очень многие выходят из детства. Из периода детства мы выходим. Очень многих слабые границы, которые легко продавить, потому что они уже долгое время продавлены. Очень мало людей выходят с супругими границами. С жесткими. Первое, что это материнская депривация. Моя жизнь не цена. Вот такое звучит в человеке, когда мать не додает ему любви. Отцовская депривация, она по-другому звучит. Если отцовская депривация по отношению к девочке, то девочка чувствует, я недостойная женщина, я недостойна быть любимой мужчинами. Я сомневаюсь в своей красоте. Я сомневаюсь в том, что мне можно просто так дарить подарки. Я сомневаюсь в том, что я самая лучшая. Я сомневаюсь в том, что я достойна в партнерстве. Это для девочки, например. Для мужчин это другое. Там про достоинство и достижение идет. А материнская депривация, она универсальная. Она что для мальчиков, что для девочек. Моя жизнь не цена. Потому что мать олицетворяет весь мир, который меня любит или не любит. Если мир меня не любит, то я недостойен любви. Это очень сильная такая депривация. Поэтому материнская любовь, она прям очень-очень-очень нужна. Особенно в самые первые годы жизни, первые несколько годиков, когда ребенок прям должен чувствовать, что мать, безусловно, абсолютно ребенка любит. Это не значит, что она всему потакает. Там есть свои моменты мудрости в поведении к ребенку. Но материнская любовь, она в этот момент очень нужна. Дальше. Депривация тела. Если в детском возрасте ребенку депривация тела – это нормально зачастую. Не в плане того, что его нужно бить, но в плане того, что его постоянно дергивают, его постоянно куда-то носят, его там одевают, пеленают и так далее. То даже тут есть какие-то разумные пределы и не очень разумные. Например, если ребенка слишком много укутывать, слишком много одевать, слишком много его ограничивать, слишком много бить его по рукам, то он чувствует, что его тело управляется кем-то другим. Постоянно подавляется его частная собственность на собственное тело. И от этого он вырастает с пониманием, что я какой-то не свой собственный. Я даже на тело права не имею. Вот депривация тела, она, на мой взгляд, вторая по значимости депривация, которая ведет к тому, что мы привыкаем к тому, что нарушать наши границы. Это нормально. Депривация тела, она бывает очень сильно развита у девочек. Почему именно у девочек? Потому что девочку изначально готовят, что депривация тела для ее реализации – это нормально. Ведь смотрите, когда женщина вступает в сексуальный контакт с мужчиной, она впускает другого человека в свое тело. Это явно депривация тела. То есть мое личное пространство, моего тела, оно нарушается кем-то другим. Дальше еще больше. Когда женщина беременеет, вынашивает ребенка, то вот несколько месяцев в ее теле живет какой-то чужой человек. Вообще отдельный взятый человек в моем теле. Он пользуется моими ресурсами, я его кормлю через себя. Он там растет, что-то делает там, хакает там внутри. Он сам живет в моем теле. Это какой-то вот вторженец. Вот это вторжение – это явная депривация тела. И женщина к этому относится нормально, от природы у нее функция такая. Поэтому у женщин депривация и, соответственно, такая способность к нарушению собственных границ, оно от рождения и от ее природы, по сути своей, от реализации, оно более естественно. То есть женщины больше склонны к тому, чтобы их границы были более мягкими. Но если хватает мудрости, то они же легче эти границы восстанавливают. То есть границы женщин легче сделать впругими. У мужчин чаще этот перекос идет либо в жесткие границы, либо в сломленность какую-то. В сломленном мужчина бывает такой, который вот все сломался и в себя не верит. У женщин вот из-за того, что природа сделала их более таким депривированными в плане тела, то они могут быть более упруглены. Дальше. Депривация пространства. Она бывает часто с детского возраста, когда у ребенка нет своей комнаты, нет какого-то там своего там стола, скажем, когда несколько детей, два ратья-сестры, и они там делят какое-то общее пространство. С одной стороны, это как бы шаг в сторону единства. С другой стороны, ребенок привыкает, что свое пространство нет. Его пространство не уважают. И как следствие, когда мы привыкаем, что наше пространство неуважаемо, мы точно так же относимся к пространству других. Мы их пространство также склонны не уважать. Люди, которые выросли в семьях, в ограниченном пространстве, с братьями и сестрами, зачастую не очень ценят пространство других. И когда они начинают жить семейной жизнью с человеком, который вырос один в своей комнате, то вот этому один, который в своей комнате, ему очень туго может быть рядом с партнером, который вырос в одной комнате с братьями и сестрами. Поверьте, я такие случаи знаю, очень сложно настраивать, потому что они искренне друг друга не понимают. Один партнер говорит, блин, я же положил это сюда, это должно быть здесь, это мое пространство, это моя одежда, а другой партнер говорит, а что такого-то, берем, пользуемся, это же мы же вместе живем. Вот, депривация, она здесь тоже влияет. Дальше, двигательная депривация. Когда ребенка ограничивает, как я говорил, слишком много будет, запрещает ему даже ходить в гости, запрещает ходить ему к друзьям, запрещает ходить туда-сюда, то он начинает понимать, что я не могу перемещаться в этом мире, я не могу перемещаться в пространстве, мои границы в этом плане, они вот такие. И ребенок привыкает, что его границы, они такие маленькие, он не может сам управлять своими передвижениями, перемещениями в пространстве. Ему, ребенку бывает запрещают ехать в другой город учиться, запрещают, запрещают еще что-то. Ну вот на перемещение, запрещают переместиться куда-то в путешествие самостоятельно, только под присмотром. Следующая депривация, которая тоже глобально влияет на развитие человека, это депривация воли. Моя воля не ценна, я подчинен воле других. В целом это так читается в человеке, в качестве установки, которая глубинно сидит. Это происходит в связи с того, что ребенок, когда растет, его желания мало учитываются. Родители говорят, да ты еще маленький, да мы за тебя все решим, да вот ты хочешь эту игрушку, она неправильная, давай тебе вот эту игрушку, хочешь там сейчас посмотреть мультик, нет, сиди вот учи уроки, нет, иди вот хочешь, не хочешь это есть, ешь, потому что мы знаем, что для тебя лучше. И вот когда родители так играют во власть, играют в такого представителя Бога на земле, то переигрывают они бывают порой, и когда родители так переигрывают, у ребенка возникает понимание, что моя воля не ценна, и ребенок такой склонен идти на компромиссы, склонен идти на подавление своей воли, считает это нормальным, привычным, и внутренне страдает от этого, но не понимает почему, потому что он считает, ну я же все нормально делаю. Вот чем больше депривации таких во время воспитания с ребенком случалось, тем более привычно для человека, взрослого и выросшего в таких условиях уже, для взрослого человека будет привычно нарушение его границ. При этом вот какой-то из уровней внутреннего вот этого я будет чувствовать дискомфорт, но на уровне поверхностном человек будет думать, что все нормально. Вот такая вот неоднозначная ситуация. И люди бывают, когда на консультации ко мне приходят тоже, они говорят, у меня все нормально, у меня вот это все нормально, тут все нормально, тут все нормально, но почему-то жить не хочется, почему-то все плохо. Ну вот, но в целом все нормально, все хорошо. И или про партнеров своих говорят, женщина бывает приходит, у меня все нормально, у меня дом, семья, там муж хороший, все у него нормально, там он счастлив, у нас нет никаких проблем в семейной жизни. Только муж все время пьет. Что-то он пьет все время, вот вылечите его, а у меня все нормально. И с голосом таким, мужским голосом женщина говорит, потому что у нее мужской образ уже на нее, как бы вросла она в него. И она говорит, нет, я не тиран ее, я никого не подавляю, у меня все нормально. Такие женщины, изредка попадаются на консультациях, им, конечно, уже мало чем можно помочь. Мужу можно посочувствовать, который там в таких отношениях. Так вот, это в ту же самую тему, в тему границ. То есть, если человек понимает, что что-то внутри не так, что-то с границами моими не так, но на уровне сознания, на уровне ума, вернее, да, он не видит, в чем проблема, то стоит обратиться к специалисту, чтобы тот посмотрел со стороны и увидел, где в его поведении существует нарушение его личных границ, о котором он не подозревает, потому что был воспитан так, был воспитан в такой среде, в таких ценностях. Ну, один из таких характерных тоже примеров, предыдущие поколения, которые выросли в советское время, поколение там наших родителей, наших бабушек, у них зачастую ставился запрет на жизнь для себя. То есть, жизнь для себя, жизнь по своей воле, жизнь с честным удовлетворением своих потребностей являлась запретной. На это ставился штамп, ты эгоист, нужно жить для партии, для родины, для победы, для семьи, для детей, для кого угодно, но только не для себя. Если ты для себя живешь, что же отщепенец, какой-то там индивидуалист, так жить нельзя, нужно жить коммунно, это когда мы вместе, это когда для общества. Так строили коммунизм. Идеи такие внедрялись в голову людей, и с одной стороны они как бы настроены на единство были, но с другой стороны вот эти идеи через запрет на жизнь для себя, а не через гармонию, жизнь для себя и жизнь для других, через запрет одного и навязывание другого они приводили к тому, что люди все равно делали что-то для себя, только скрытно от себя. И зачастую вот эти родители, выросшие с запретом жизни для себя, они вынуждены насиловать своих выросших детей, взрослых детей, чтобы через их жизнь жить для себя, потому что они не могут просто так для себя жить. Им нужно, чтобы это было как будто бы для детей, как будто, да, ребенку там 40 лет, ему не нужно это все давно уже, но они все равно его не отпускают, щупаются на такие, нет, то и там сам не справишься, мы тебе поможем, давай, давай, потому что им нужно какие-то проблемы решать, какие-то победы в жизни достигать, но нужно это делать не для себя. Это опять же вопрос каких-то деприваций, их депривации, депривация воли в данном случае, да, депривация удовлетворения личных потребностей, которые были из их детства. В вашем детстве были какие-то свои виды депривации, вы вот услышав все эти примеры, услышав эту структуру, можете увидеть, а что в вашей жизни, в вашем детстве было, ну вот, подзабито, подзажато, какие потребности были депривированы, какие потребности были унижены. И осознав однажды это, вы можете получить доступ к некой цепочке осознаний, которые прорастут в вашей жизни тем, что, блин, если вот это мне запрещали, я вот этого недополучала, а может быть у меня здесь границы нарушены. А стоит задуматься, а правильно ли то, как я позволяю входить людям в мое пространство, в мою волю, в мое время, в мое внимание, в мое тело? Правильно ли, что я все это позволяю? Как я на самом деле хочу? И достаточно об этом задуматься, вам будут приходить ответы. Идем дальше. Признаки слабых личных границ, то есть когда границы уже действительно ослаблены, можете через это еще себя увидеть. Есть стремление угождать другим. Есть стремление, вернее неумение говорить «нет». Мы не можем говорить «нет», потому что мы боимся, что вдруг кому-то опять же будет обидно, вдруг кому-то еще что-то. То есть приоритет чужих ценностей над нашими. Избегание конфликтов, потому что в конфликтах нужно будет отстаивать свои границы, отстаивать свои потребности, а люди с нарушенными, со слабыми личными границами, они как раз пытаются этого избежать. Пониженная самооценка, да, конечно же, она является такой одной из причин для того, что личный границ, ну она не то, что причина, это просто одно и то же с другой стороны. Когда пониженная самооценка, то личные границы там, конечно же, будут тоже слабые. Скромность – явное такое проявление заниженных личных границ слабых. Ну и скованность в проявлении эмоций – очень частый такой параметр, когда человек запрещает себе быть ярким, быть эмоциональным, запрещает себе гневаться, запрещает себе ругаться, запрещает себе вспыливать, да, когда его больно, нужно даже сдерживаться, все равно все люди, нет, нельзя показывать свои эмоции, нет, нельзя еще что-то. Конечно, есть в этом позитивное намерение тех, кто воспитал такой запрет, что хорошо, когда человек умеет в сложных ситуациях проходить без накала, страстей, без эмоциональных выплесков, но это хорошо, когда это органично, когда человек действительно до этого дорос, что его эти ситуации не сильно цепляют, что ему действительно не очень больно, может, не так и легко, но не критично, что человек настолько сильный, что может проходить трудные ситуации без эмоциональных выплесков. Но когда ты не такой, а просто подавляешь свои эмоции, а тебе на самом деле хочется кричать, а ты подавляешь, вот это ведет к зажатости, к подавлению, к обидам накопленным, в итоге к раковым заболеваниям каким-нибудь. И все это нездоровое поведение. Здоровое поведение, когда можно позволить себе крикнуть, позволить себе высказаться, как-то не так, позволить себе заявить о том, что мои границы нарушены, и поэтому мне больно. Это нормальное проявление своих эмоций. А дальше уже можно работать над тем, почему у меня такие эмоции, почему мне больно, и исправлять эти качества характера в самом себе или эти границы, которые вы позволяли слишком долго нарушать. Что способствует еще слабым границам? Способствует позиция жертвы, когда нам кажется, что все не от нас зависит, когда нам кажется, что мы такие жертв обстоятельств, что это все другие люди, это все там родители виноваты во всем. Они не виноваты, они просто играли свою роль в нашем воспитании, и они были такими, какие они есть. Я тоже все время показываю, что от родителей очень много идет в нас заложенных таких моментов, которые приходится потом исправлять, но они при этом не виноваты. Они следствия своих родителей. Это по цепочке, а те следствия своих родителей. И на самом деле в этой цепочке нет конца. Мы являемся частью некой родовой системы, некой веточки нашего большого рода, притом объединенных родов, там мама, папа, дедушки, бабушки, целого дерева. За нами целое древо рода, и мы являемся одним из плодов этого рода, одной из новых веток. И там нет крайних, нет виноватых. Есть просто наши предки, предыдущие ветви этого древа. И есть мы нынешняя ветвь, которая является продолжением их, и, соответственно, мы принимаем на себя все те заморочки, которые были у наших предков, которые они вовремя не исправили, несем их себе, но и от рода же мы принимаем и те достоинства, и таланты, накопленные по поколениям в нашей генетике. Поэтому мы несем в себя и плюсы, и минусы от рода, и не надо народ пенять. Род нормальный, он неплохой, нехороший, он просто такой, какой и есть. Поэтому позиция жертвы, даже по отношению к родителям, она некорректна. Стоит видеть себя хозяином положения. Если взять уже метафизику, скажем, когда людей в регрессивный гипноз вожу, то я могу вводить в те места, те, скажем, точки времени и пространства, где человек выбирал себе воплощение тела, родителей, обстоятельства его детства и так далее. Это все нужно было для того, чтобы набрать определенных себе задачек, набрать определенных каких-то особенностей воспитания, и потом мужественно все это преодолеть, стать сильнее, получить нужный опыт и пойти дальше. Это все описывается самим человеком, когда он находится в регрессивной гипнозе, и он рассказывает о том, как он сам делал этот выбор. Так что позиция жертвы некорректна. Мы во всем имеем последствия своего собственного выбора. Дальше. Жалость к себе способствует слабым границам. Жалость к себе. Естественно, если мы себя жалеем, мы не делаем границы упругие, мы их не восстанавливаем. Мы как наши границы сломали, мы сидим себя и жалеем. Ой, наши границы сломали, нам все плохо, нас все обидели, мы такие бедные несчастные. Бесполезная позиция, нужно как можно быстрее границы восстанавливать. Дальше. Нежелание брать ответственность. Это как раз нежелание действовать, чтобы отстоять свои границы. Да, наши границы могут нарушить, Но мы всегда имеем возможности для того, чтобы это все исправить. Ответственность – это ключ ко всему. Идем дальше. Последствия слабых личных границ. Если они у кого-то есть, где-то в каких-то ролях, в каких-то областях. Не все наши границы слабые. Все равно мы где-то научились их оставить. А где-то мы все депривированные, где-то у нас границы поджаты. Поэтому последствия слабых границ могут быть депрессия. Депрессия – очень частое явление просаженных слабых границ. Уныние, как предыдущая стадия перед депрессией. Мы унываем, потому что жизнь как-то не складывается, как нам хочется. Мы не понимаем, почему что-то идет не так. Лень – она тоже является следствием просаженных личных границ. Знаете почему? Потому что лень – это неверие в то, что я смогу достигнуть значимых для себя целей. Я вкладываюсь во что-то, и я не хочу это делать. Потому что я не вижу, что это приведет к удовлетворению моих глубинных потребностей. А почему? Потому что я привык, что мои глубинные потребности, я не признаю их. Я не озвучиваю. Я не отстаиваю их. И я достигаю вообще не их. Я достигаю каких-то от ума каких-то потребностей, ценностей, которые являются для меня вообще не родными, не близкими. И поэтому лень когда-то становится человеку что-то делать, потому что он делает не свою жизнь. Не свою жизнь живет, делает не удовлетворяя свои глубинные потребности. Вот отсюда бывает лень. И это все следствие слабых личных границ. Жить не своей жизнью – такое общее понятие. Потому что жить по своей воле, удовлетворять свои потребности и идти путем своего счастья – это жить своей жизнью. Все остальное не своей. Жить для других, когда мы внутренне с этим не согласны, жить по ценностям общества, хотя мы с ними тоже идем в разрез, это тоже не свое. Страдание. Как следствие слабых личных границ. Когда наши границы нарушают, нам больно, мы страдаем. Не находим дела по душе. Не находим жизнь по призванию. Потому что, чтобы найти жизнь по призванию, нужно бывать ики против потока, против других людей, против их воли. И отставить свою волю. То есть нужно как корабль против ветра будет идти, потому что это наш курс. Он не такой, как у всех. Он просто наш собственный. Какое-то время будет нужно пройти против, а потом мы выходим на свою струю, и нас несет по течению своего призвания. Ну и как следствие слабых личных границ, мы банально даже в мелочах бывает теряем возможности. Теряем возможности сделать то, что нам хочется. Делать то, что нам интересно. Потому что позволяем увлечь себя в другое. Самый простой такой пример. Вот есть у нас дело, хочу что-то сделать, хочу какую-нибудь новую статью написать, новый семинар, еще что-то. И тут зовут куда-то там друзья, зовут коллеги, зовут еще кто-то. И я такой, о да-да, надо туда тоже сходить, надо уделить внимание там. В итоге уделяешь внимание туда и не уделяешь внимание своему чему-то важному, значимому. Ты позволил нарушить границы своего времени, свое внимание. Позволил нарушить, получил в итоге неудовлетворенность от того, что потерял возможность вовремя создать статью какую-то, написать ее где-то разместить. Это вот пример, который у меня бывал, да, на котором я начал тоже работать, начал следить и исправлять вот такие потери возможностей. Вот в вашей жизни примеры потери возможностей наверняка вы уже тоже вспомнили какие-то свои, они у каждого индивидуальны. Как перейти к более сильным границам? Во-первых, признать, что они слабые и дальше начать движение в сторону более сильных. Давать окружающим понимание, что с вами так поступать нельзя. Вот это очень важно, потому что границы нарушаются кем-то со стороны, но на самом деле они всего лишь инструменты для того, чтобы показать, что это вы и границы свои позволяете нарушать. Но раз вы уже признали, что ваши границы слабые и вам нужно их делать упругими, то первое, что нужно делать, это восстановить их. Нужно заявить другим людям, что ваши границы все-таки вот такие, вы вот так как для себя черчиваетесь. И тут на этом пути, конечно, первое убеждение, что вдруг они обидятся, вдруг им будет неприятно, если я им скажу, что это вот так, вдруг. То есть забота идет о людях, забота идет с одной стороны о людях, с другой стороны обо том, что они обо мне подумают. И третий еще момент, а вдруг я им скажу, они обидятся и уйдут, и я их потеряю, а один я быть боюсь. Один я не справлюсь, у меня низкая самооценка и так далее. Это все-таки там целый клубок может быть напутан, но в любом случае с этим клубком придется распутаться, чтобы границы свои выстроить. И отстаивать их нужно с заявления, что вот здесь мои границы. Иногда это можно делать жестко, но лучше делать жестко и потом извиниться, чем мне делать это вообще. Чтобы научиться деликатно, нужно сначала научиться делать хоть как-нибудь. Вот это трудный момент начала отставления своих границ. Вот сколько я по практике помогаю людям научиться эти границы выстраивать в коллективе, в семье, в близких и чаще всего там с родителями, которые активно вот так вот цепляются. В взрослых детей, то везде там встречается вот этот барьер начала. Вначале это выглядит жестко, потому что человек, который привык границы делать прослабленными, не умеет он еще деликатно сделать это. И накоплено очень много напряжения и боли к этим людям, которые он нарушает. И первое время может быть жестковато. Но вы знаете, люди, к которым это жестко справляется, они, оказывается, переносят это гораздо более легко, чем мы себе об этом представляем, чем мы себе надумаем. Поэтому смело можно отставить сначала жестко, а потом придет уже более деликатно. Итак, дальше. Умение говорить нет – это очень важный момент в подставании своих границ, потому что часто границы идут не в виде какого-то там прям навязывания или давления, а в виде соблазна. Вот соблазн, на который мы не можем сказать нет, это тоже такая ступень в отстаивании своих границ. Уметь говорить нет на соблазну, пригласить. Когда нас приглашают на что-то хорошее, мы должны отказаться от одного хорошего, чтобы выбрать другое хорошее. Но это хорошее – это наша потребность. Например, в моем примере написать статью. А другое хорошее – это потребность уделить внимание друзьям, потому что они что-то хотят от меня, потому что им что-то от меня нужно. А здесь нужно мне для себя, здесь нужно им от меня. И вот этот баланс, где я выберу себя, а где я выберу их, вот здесь умение сказать нет бывает очень правильным, потому что тогда вы умеете выбирать себя, ну и быть для кого-то не очень удобным, но это нормально. Дальше. Повышаем ценность своих потребностей по сравнению с потребностями других. Да, вот в примере я только что рассказал, что свои потребности все-таки нужно уметь держать на высоте. Отказаться быть в роли жертвы. Как я говорил, даже с родителями жертва – позиция непродуктивная и необоснованная. Мы во всем имеем свое авторство и мы всему имеем свои причины в своих поступках. И также, если мы выбираем позицию хозяина, а не жертвы, то это очень освобождает. Мы можем понять, с позиции жертвы что-то случилось, оно само пришло, со мной кто-то так поступил, и я просто в этом во всем нахожусь. С позиции хозяина в другое отношение. Я что-то сделал, и это привело к таким последствиям, что я сейчас в этой точке, что со мной такое случилось. Я что-то сделал, что со мной так произошло, значит, я же могу что-то сделать, чтобы это все изменить. Я остаюсь хозяином жизни. Если в моей жизни что-то мне сейчас не нравится, я могу что-то придумать, чтобы это все изменить. Ну, отказаться жалеть себя, чтобы вообще не сидеть в этой яме просаженных границ и выйти оттуда. Брать на себя ответственность и конкретизировать ее границы в этот интересный момент. То есть не просто брать на себя ответственность, очень важно конкретизировать. А за что именно я беру ответственность? Это про границы. Даже в ответственности бывают нужны границы. И в ответственности, кстати, есть очень такой неочевидный момент. Когда мы берем на себя ответственность, то мы склонны, бывает, гиперответственности. Мы бывает склонны слишком брать на себя ответственность за других. Это такой перекос, когда мы слишком были в зажатой системе границ, то мы, бывает, в другую сторону крайность делаем. Качели качаются то туда, то сюда. То мы вообще не брали ответственность, то слишком начинаем брать за всех. Вот лучше конкретизировать, за что именно я беру ответственность, а за что не беру, что в моей власть, а что не в моей. Потому что ответственность мы вправе брать разумно только за то, на что имеем влияние. Вот на что не имеем влияния, мы лучше брать ответственность и не должны. Поэтому не стоит брать ответственность за политику, на которую реально нет причагов воздействия у вас, сидя в каком-то там городе, в провинции. Не можем мы брать адекватную ответственность за голодающих в Африке, за глобальное потекление климата, за еще что-то, на что мы имеем минимальное воздействие. Лучше брать ответственность за то, что действительно ощутимо в наших силах. Вот за это мы вправе. И поэтому комплектизируйте, и это вас спасет. Ну и повышаем самооценку. Про самооценку у нас целая отдельная встреча была, и периодически мы к этому вопросу возвращаемся. Самооценка – это когда я сам себя оцениваю, я возвращаю эту оценку в зависимости от мнения окружающих. Я сам себя начинаю хвалить, сам себя хвалю в достаточной мере. То, какой я есть, это всегда норма, и я стремлюсь от хорошего к лучшему, а не пытаюсь выкарабкаться из плохого хотя бы в норму. Я всегда нормальный, мне всегда хорошо, и я всегда стремлюсь к чему-то еще более высокому. Вот так звучит хорошая самооценка. И когда мы научимся отставить свои границы хоть как-нибудь, то следующим этапом нужно учиться отставить границы более деликатно, потому что это как раз про тот самый баланс любви к ближним и к себе. Потому что мы, когда слишком много себя не любили, нам нужно качнуться в другую сторону, может быть, где-то шестковато пообщаться с другими людьми какое-то время, а потом научиться выставить вот этот баланс упруги, где мы любовь к себе сочетаем с тем, чтобы не слишком-то уж увечить других людей, не обязательно их всех убивать, чтобы отстоять границы, чтобы они их не нарушали. Есть для этого у меня формула. Вот такие, смотрите, как заявлять о своих потребностях, о своих границах, о том, что вам не нравится. Есть формулировка «мне не нравится» и сразу «как хотелось бы». То есть именно связка, вот посмотрите, говорим о том, что нам не подходит, что нам не нравится сейчас, да, прямо в такой формулировке говорим, через «я» сообщение, что «мне не нравится». Не говорим, что ты дурак, ты неправильно держишь. Нет, говорим «мне не нравится» вот такое поведение. И дальше говорим вектор «плюс», «как хотелось бы». Мы говорим, что «минус», «нам не нравится так», «плюс», «хотелось бы вот так». И тогда мы задаем обратно другой стороне, вот человеку, который нарушает наши границы, мы задаем вектор желаемого результата. Откуда, куда мы хотим направить наше взаимодействие. Это дает выход. Если мы просто будем говорить, нам не нравится, это тупик зачастую. Человек не знает, а куда двигаться, а как нам сделать хорошо, когда мы даем и минус, и плюс в паре, человек видит, ага, ему не нравится вот так, он хочет вот так, и он дальше задает себе вопрос, могу ли я это дать, хочу ли я ему дать. Дальше эти отношения становятся более управляемыми. То есть вот этот вектор «мне не нравится» и «как хотелось». И второй момент. Когда мы вообще задаем, когда мы обозначаем свои потребности, то нужно их делать тоже открыто и искренне, так, чтобы люди нас понимали. Как я упоминал раньше, одна из ключевых причин того, что границы нарушаются, это то, что люди просто банально не знают о том, что эти границы существуют. А задаются эти границы словами «я хочу» или «я не хочу». Это все про границы. И не нужно при этом обижаться, не нужно молчать, не нужно игнорировать, не нужно думать, но он же сам должен догадаться. Не надо так думать, не надо играть в Шарелка Холмсов и в детектива. Говорите открыто. Я хочу вот этого, я не хочу вот этого. И достаточно заявлять об этом сразу же в ситуации, чтобы снять большое количество недоразумений и недопониманий, которые тянутся порой годами. Просто сразу говорим, мне вот это не нравится, я вот так хочу, а вот так я не хочу. Простые такие понятия. Ну и глубинный момент. Когда мы хотим вообще отставить свои границы, то первое, что нужно сделать, честно признаться себе, что наши границы сейчас нарушены. Вот этого многие не делают. Это следствует депривации, которая шла из воспитания по разным параметрам, часто по нескольким одновременно. И люди не знают, что их границы нарушены. Поэтому нашу встречу-то я и хотел посвятить тому, чтобы вы задумали вообще, а где наши границы? Как я определяю, что мое, а что не мое? Даже в личном пространстве, даже где я совместно проживаю с другими людьми или с домашними питомцами. Как я определяю? Потом второе вопрос. Как я доношу это до окружающих? Как я обосновываю то, что я считаю это своим? Как я доношу? И напомню, что мы можем что угодно считать своим. Это ваше право. Но важно определить, почему я так считаю и как это объяснить и обосновать другим. Как это до них донести, чтобы эти границы устояли. Так что признаемся себе в том, что границы мои где-то уже, допустим, нарушены или где-то я хочу установить новые границы. Ну и затем озвучиваем это другим. Что происходит с другими в этот момент? Давайте посмотрим в обратную сторону. Мы завели границы, о своих границах. Что дальше? Ну, другие, которые, возможно, первый раз об этом слышали, они могут быть сразу же недовольны, потому что они привыкли топтаться по этим границам, они привыкли, что это их территория, они уже думают, что это их, и тут бац, кто-то откусывает кусок их территории. У них такое впечатление, правда. Даже вот в том примере, в примере про личное пространство это легче всего понимается. Да, вы думали, что вот это ваш стол рабочий, да, ваш кабинет там в комнате какой-то, да, а на него кто-то там ставил свои вещи, еще что-то, вам это не нравится. И тут вы терпели, 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 и потом наконец-то шизовет. Так, тут мое рабочее пространство, тут мой кабинет. И тут такой другой житель этой квартиры говорит, как это твое, мне тут удобно вот это делать, и все. И оказывается, что это пространство, оно спорное, нужно договориться. Но это нормально, надо признать, что недовольство возможно, это конфликт, конфликт это противоречие интересов, конфликты мы тоже проходили на одной из наших встреч, можете пересмотреть эту тему. И всегда есть возможность договориться. Если вы договоритесь, вы сможете либо отстоять свое пространство полностью, либо договориться о совместном использовании на удобных для вас правилах. Ну и другой пример, уже не про материю, не про пространство, про, допустим, как родители влияют на детей, как они пользуются жизнью взрослых своих детей, чтобы удовлетворять свои личные потребности, то когда вы начинаете отстаивать границы с родителями, говорите, мама, мне вот эта тема, мне интересно, мама, не звони мне, я не хочу это слушать, негативные при новости, мама и так далее. Когда мы маме это говорим, мама обижается, естественно. она считала вот этого взрослого человека продолжением себя, и жизнь этого взрослого человека это часть моей жизни, она так считала, правда, искренне, и тут спустя несколько десятилетий вы заявляете, что это не так. Это, конечно, это захват ее территории, это какая-то аннексия Крыма просто в локальных масштабах, в рамках одной семьи, понимаете, так, так, а мама думает, что так нельзя, но на самом деле вы имеете на это полное право, вы взрослый человек, и вы можете отставить свои границы, и принимайте, что другим это может какое-то время не нравиться. Так что смиряемся с тем, что другие будут недовольны, помним, зачем это вообще нам нужно, чтобы жить свою жизнь по своей воле, чтобы не просто так, чтобы мы понимали, что мы причиняем людям боль, отстаивая свои границы, не потому, что мы такие эгоисты, а потому, что на самом деле нам от этого будет лучше, и продолжаем отставить свои границы, заявлять о своих потребностях, через какое-то время эти люди привыкнут, но мы в этот момент стараемся делать это со временем все более и более деликатно, и у нас со временем все лучше и лучше получается. Последствия усиления наших границ, когда мы такой процесс производим, отставим свои границы, наше пространство личной границы расширяется, то, как следствие, мы выстраиваем, наконец, отношения в коллективе, часто границы нарушены в деловой среде, в коллективе, в бизнес-партнерстве где-то, или в семье, это тоже какой-то коллектив, мы выстраиваем отношения, которые более устраивают нас самих, значит, нас ожидает более комфортная среда, нам вдруг становится спокойно, нам вдруг становится приятно находиться и быть там, где мы раньше чувствовали себя в какой-то вот небезопасности, дальше, мы начинаем реализовать свои желания, мы начинаем выходить на путь своего призвания, как следствие, у нас растет качество жизни, ну и еще, как следствие, мы больше приносим пользу вот этому целому единому живому организму Вселенной, начиная со всех клеточек, которые нас окружают, ну и ирония в этом во всем процессе, что мы вроде отстаиваем свои границы и вроде заботимся о себе, а на самом деле, как следствие, в итоге начинаем приносить больше пользы другим, и еще одно следствие, мы начинаем больше ценить границы других, ведь когда мы удовлетворяем свою потребность вот по разным параметрам в виде отстаивания своих границ в этих потребностях, то мы начинаем быть удовлетворенными в этих потребностях, а будучи удовлетворенными, наполненными, мы больше будем уважать границы других, мы больше будем внимания уделять их гонится, потому что наши будут уже ну как-то вот в спокойствии, в удовлетворенности, в комфорте. То есть как и с темой любви к себе, любовь вообще как такое, мы искренне можем любить других от избытка любви к себе. То есть сначала мы наполняем себя, когда он нас переполняет, вот этим переполнением мы щедро делимся, потому что мы от него не зависим, оно нам уже не очень нужно, мы искренне делимся, не ожидая чего-то взамен. Вот так работают наши личные границы, когда мы их усиливаем. На эту встречу я вот такую подготовил вам концепцию личных границ, такое понимание через депривацию, которая идет из детства, из прошлого, через ваши личные примеры. И мне показалось, что я подвел к тому, что границы свои отстаивать все-таки здорово, полезно, и что границы упругие, это очень вкусно и очень полезно, не только для вас, а и для всех ваших окружающих. Как вам эта тема отозвалась? Какие, может быть, появились вопросы и что вообще ценного вы сегодня услышали для себя? Давайте вот попросим включить Ирину. Ирина, мне кажется, что-то хочет сказать. Как ты-то определил, что я хочу сказать. На самом деле, да, я хочу сказать. В общем, так интересно, я поняла, что вот самого поэтапно у меня были абсолютно все депривации. все. Нет, начну с того, что я после твоего рассказа, после этого эфира у меня прям появилось такое, знаешь, мне кажется, у меня прям самооценка еще так прям выросла из-за того, что нифига себе я работу над собой провела. Да ладно. То есть как-то, ну вот, похвалить себя захотелось, порадоваться за себя прям искренне, потому что все депривации абсолютно. Соответственно, дальше все симптомы отсутствия вообще границ. Вот все прям по списку. То, что шло по слайдам, было все. Ну и, соответственно, то, что дальше-дальше по слайдам, и дальше это и есть сейчас. То есть вот как прям этапно-этапно было это, стало вот это. Понятно, что процесс еще как бы есть, ну там, не знаю, там процентов 20 точно еще надо, надо этим работать. И я поняла, что люди мне, ну, скажем так, приходят в жизнь, я сразу это не осознаю, как раз вот на работу с границами тоже. Хотя это так где-то глубоко, что даже сразу-то я не понимаю, что это тема границ. Но тут я услышала это, что вот надо говорить, я вот так хочу, а вот так не надо. То есть вот четко это озвучивать. То есть раньше я это не могла. И интересный такой момент, я заметила, вот как раз то, с чего мы начинали, про как определять это в личном пространстве, там, где я. Когда я стала жить отдельно, то есть если вот, да, с родителями этого не было от слова совсем, непонимание вообще, где мое место и есть ли оно у меня вообще, то когда я стала жить отдельно, у меня появилось наоборот такое, что это все мое. и как бы не то, чтобы радость за это, а какое-то вот сесть и спрятаться, и не выходить оттуда. Вот тоже такое интересное. Дальше следующий этап, как бы идет, идет работа над собой, я начинаю жить вместе с человеком и понимаю, что когда я одна, я уже привыкла, это все мое, а когда он появляется, я начинаю вот так вот метаться, не знаю, а вот что мне сейчас делать дома, когда он дома, а какой мне угол занять, и я чувствую вот этот вот дискомфорт какой-то, хотя с человеком-то у меня нет дискомфорта, и тоже вот это было все в процессе, ну скажем так, работы над этим, ну в общем, я прямо в восторге, если честно, это круто. Браво. Браво, Рит. Очень хороший ты пример рассказала, что когда человек вырастает в депривациях различных, в том числе в пространстве даже, то когда уже приходит в жизнь другой человек, который не нападает на твое пространство, то не понимаешь, как с ними взаимодействовать, потому что ждешь тех же самых предыдущих реакций, как от родителей, которые как-то на твое пространство все время покушались, пользовались им, а другой не пользуется, и ты вроде и не видишь угрозы, а что делать-то с этой свободой, не знаешь, как договориться. Да. Так интересно. И начинаешь уже во взрослом возрасте создавать себе модели взаимодействия, как вот эти границы отстраивать, потому что в свободе ты можешь все что угодно, но стоит учитывать свободу другого и совмещать эти две. Да, то есть как бы логично ты понимаешь, что ты можешь все, опять же, передвижение, свобода в движении, там свобода в теле, то есть вот я замечаю, что это было, оно как бы перекос такой, то что да, я владею своим телом, но его надо все поменять полностью, закрасить, замазать, отрезать, там и так далее, потому что это все было не мое. А теперь стало мое, но как бы это же не мое, поэтому надо это все изменить. И вот этот вот процесс, конечно, вообще гениальный просто. Класс, спасибо всем очередной раз большое. Спасибо, Виня. Так, давайте Катю попросим. Катя ерзает на стуле, тоже хочет что-то сказать явно. Блин, как ты это делаешь, серьезно? Мое чувство. Слушай, ну у меня на самом деле такой, можно сказать, инсайт по поводу родителей, потому что они у меня такие, на самом деле, молодцы, потому что у меня всегда была своя комната, у меня там всегда был какой-то свой уголок, и я его там тщательно так вот обмешивала, так украшала, вот такое мое место. А другой момент, что, конечно, эмоционально, я была таким достаточно подавленным ребенком, все у того, что старшая сестра, столько ответственности, и вот это вот все. Но как бы вот это вот наоборот такое сознание, что, блин, они же меня поддерживали все время, сделали все возможное, чтобы я наконец-таки уже оперилась и взлетела. А до меня все никак не доходило. Я так просто с такой нежностью сейчас подумала про маму с папой, что они просто красавчики. вот такой, наверное, у меня инсайд. Молодец. Хорошо, здорово, поздравляю, поздравляю с таким осознанием. Видишь, и такие примеры бывают здорово, что даешь положительные примеры про родителей. Молодец. Так что благодари. Спасибо, Катя. Так, давайте еще вот послушаем Таню Горбунову. Да, Таня тоже включила видео. Она хочет что-то сказать нам. Да, я включила видео, потому что добрый день, да, я первый раз на этой встрече, к сожалению, в прошлый раз не получилось присутствовать. И я просто не совсем еще знаю правила игры, поэтому не стала включать видео сразу. Вот, ну да, я, во-первых, хочу поблагодарить за встречу. Классная встреча и тоже много таких вот интересных мыслей. Особенно интересно про то, что я вот сейчас живу одна и, ну, как взаимодействие, конечно, с людьми, но я подумала, в какой комфортной ситуации я сейчас нахожусь. То есть у меня есть как-то свое, да, ну, в какой-то степени, да, в плане, вот, например, по вопросам, которые были, что пространство, по финансовой части, вот, а с другой стороны, я понимаю, что, наверное, ну, после такого, жизнь учила и после жизненных уроков пройденных, наверное, правда, появляется больше умения, желания отстаивать свои границы и ценности себя, но вот, как бы вопрос того, как это с детства делать и не, ну, как, наверное, очень важно родители, правда, какие были, потому что тем, у кого были родители осознанные, конечно, очень повезло, я думаю, что, ну, как бы, с родителями мне, конечно, тоже повезло, но не во всех, не во всех аспектах, вот, поэтому, ну, не знаю, мыслей на самом деле много, надо будет переваривать, и даже, мне кажется, пока шел вебинар, я уже отстаивала свои границы, на самом деле, границы на свое время и пространство, отлично, да, короче, каша, каша пока что в голове, надо, ну, с одной стороны каша, с другой стороны есть ощущение, что все вполне себе неплохо, вот, и это порадовало, слава богу, все, спасибо, Тань, спасибо, что высказалась, давайте, вот, Катерина Карпова присоединилась к нам, как и планировала, чуть попозже, и молодец такая, что пришла, все, Катя, привет, 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 очень классная тема, я услышала для себя, как бы, подтверждение того, о чем думала, я думала по поводу ответственности очень часто, потому что педагог, и мне это, ну, как бы прямая вот эта вот, чему мы должны, как настоящие педагоги, чего мы не должны, вот, и я понимала в какой-то момент, что ответственность, она какая-то узкая, вот, и всегда мне надо было конкретно, вот, что конкретно от меня хотите, вот, в чем конкретно ответственность, и тут как раз вот твои слова относительно того, что ответственность нужно, критерии, да, там ограниченность, по-моему, зона влияния, зона ответственности. И ты знаешь, я, мне кажется, услышала эту мысль вообще первый раз. Я не знаю, может быть, я ее, конечно, слышала до этого, но до меня не доходило, но вот сейчас как-то так сложилось, что я так, вот, вот. Вот оно решение, да? Это не решение, а правило. В случае чего буду ссылаться на Сергея? Хорошо. Я сам вывел для себя это правило по ответственности, что мы вправе брать ответственность за то, на что имеем влияние. Я так для себя это определил, и оно очень освобождает. Очень смело берешь ответственность, но четко нужно определить, на что я могу повлиять в ситуации, на что не могу. И за ту, даже в ситуации многограна, за ту часть, на которую могу повлиять, я беру ответственность. За остальное относимся как к погоде. Погода пришла, неожиданно пришла зима. Хорошо, пришла зима. Да, я тоже на каком-то этапе так поняла, что вот я взяла на себя ответственность, вот я четко знаю, что у меня ребенок научится читать по-английски, правильно, с каким-то там служным произношением. Я на себя эту ответственность взяла. А дальше выучит ли он там present perfect continuous tense, ну, как бы, извините, вот как погода, да? Ну, придет ему по судьбе, так, значит, выучит. Не приведет, значит, ищите другого, может быть, он его вдохновит, относится на это. И я к этому спокойно отношусь совершенно. И, кстати, вот очень интересная тема, я вот всем с вами по-дружкам говорю, вот именно работа в школе, вот она для девочки какой-то такой период, надо там, мне кажется, пройти, пробыть. Это вот, особенно у кого проблемы с границами, там вот четко вот научишься строить, где твое, где не твое, и как на это реагировать тактично. Потому что с детьми, к детям надо подобрать такой язык, когда ты вот готова рвать, метать, сейчас вот всех порву, как тузе грелку, но при этом подобрать такие слова, чтобы они, раз, ты их не оскорбила, и показалось, что ты вот... Мое любимое слово, моя любимая фраза, когда я начинаю говорить, я сейчас буду ругаться, и своим писклявым голосом пищать на весь класс 45 минут, вот она приводит всех, вот просто, ладно, ладно, все, мы поняли, мы поняли, мы вас случаем, не надо. Хорошо. Ну, здорово. Спасибо, Катя, за такой пример про школу, что это такая не только как бы школа для идей, но и школа для преподавателя. Да. Школа жизни для преподавателя. Да, да, да. Очень интересно. И, кстати, вот по поводу границ мне понравилось еще то, что вот когда ты сказал, что там отстаивать границы, и потом в следующий этап это договариваться, я, честно, я смеялась, потому что я так живу, вот я так маменькой кастрюли делю постоянно, кто купил, кто помыл, кто сюда поставил, это надо четко зафиксировать, записать. Это так смешно, я уже, ну, я уже, я давно уже много лет делаю это без злобы, и это, ну, просто как стиль общения, я понимаю, что я в этом тренирую свои границы. Там тоже момент, например, с братом договариваться, вот мы с ним реально договариваемся, будет ли он мне качать колеса к велосипеду, или не будет, я ему говорю, сникерс куплю, два сникерса куплю, три, вот. И он мне отказывает, он вправе отказать, я как бы не спорю, но тем не менее, вот какие-то такие договорные отношения, вот у меня, в нашей семье это, ну, как бы норма, и это как-то каким-то образом идет и по всей дальнейшей моей жизни, то есть я понимаю, что человек не может сказать нет, может развернуться, хлопнуть дверью, могу и я развернуться, хлопнуть дверью, идти там на другой конец соток и копать там грядки, и как бы все. Отлично. Хороший пример, как можно договариваться, даже на постоянной основе, да, про те же самые кастылики. Спасибо, Катя. Спасибо. Кто еще у нас сегодня не высказывался, может быть Андрея попросим, включите, вот Андрей, где-то там находится, в теплых странах, в теплых краях, а мы его не слышим. Андрей, расскажи, как тебе сегодня тема называлась? Привет. Привет, привет. Да, для меня очень, очень, такая, в последнюю меня, эта тема с границами, она прям так плотно затронулась, потому что постоянно с разными людьми приходится жить, и поначалу было очень тяжело, да, но спустя годы, как говорится, много изменилось, и я помню, что что-то со связью, Андрея. Андрей, мы тебя теряем. Я здесь. Слышно? Андрей, вот сейчас слышно, да, сейчас говори. Нет, похоже, мы снова Андрея потеряли. так, все, Андрей включился. Ладно, хорошо, тогда вот у нас еще Игорь, давайте, Игорь что-то думает такое, сейчас вот он, наверное, нам расскажет самую главную мысль, которую он придумал. Ну, я хочу сказать спасибо за эту встречу, меня давно здесь не было, да, с вами, и мне так приятно находиться здесь. Спасибо, что пришел. Да, что первую часть я все-таки прослушал на улице, гуляя с детьми, но сейчас у меня есть возможность здесь на балкончике закрыться и послушать, и подумать. Я на самом деле думаю о своем, потому что тема такая острая оказалась для меня. Вот сейчас, когда я там думаю о новом проекте и о возможном партнерстве, я как раз вот тема границ, она очень важная и очень острая, потому что в бизнесе, в бизнес-партнерстве это вообще очень важно. От этого успех бизнеса зависит и его долголетие, этого союза, и прочность, и прочее. Поэтому наблюдая как раз за тем, как это развивалось в компании, где я до последнего времени работал, вот я так думаю, как здорово было бы, конечно, ребятам поучаствовать в этом семинаре и все-таки там с этими вещами разобраться. Потому что в бизнесе, в работе, вот границы, зоны ответственности, это все очень важно. Особенно если вы руководитель, то здесь, вы оказываетесь в такой ситуации, что у вас есть зона ответственности, есть конкретно, а влияние может на решение всех задач, которые находятся в этой зоне, у вас не хватать. Да, и, ну, это замечательно, если у вас есть власть, например, да, которую вы тоже можете использовать для того, чтобы решать те или иные задачи, но когда нету власти, вот, а полномочия не определены, то вот здесь крайне сложно. Поэтому, ну, мне было интересно как раз, как раз твоя позиция, в которой все упрощается, и, и как бы мы принимаем ответственность на то, где у нас есть влияние. Ну, может быть, нужно добавить, где есть еще и власть, ну, например, над детьми, да, есть власть, есть полномочия, мы родители, полномочия. Власть это и есть возможность влияния. Да, 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 и использовать влияние в том числе, потому что влияние как бы власти и вещи немного разные. Вот, но сейчас я думаю о том, что очень важно, конечно, вот, например, в бизнес-партнерстве определять, собственно, границы ответственности, разграничивать их. И вот в этом случае, ну, да, есть, есть шансы на успех, вот, но нужно это сделать прежде всего, поэтому я буду об этом думать, вот, думать, вот, и рассуждать. А так мне было очень приятно, очень интересно, темы острые, может быть, больные, вот, ну, как-то вот, так, спасибо. Спасибо, Игорь, спасибо за высказывание. Видите, какая тема оказалась многогранная, и тема затрагивает отношения с родителями, и отношения там с близкими, и в школе даже, да, и в бизнесе, везде тема личных границ, оказывается, актуальна. Поэтому я вот рад, что вы все пришли, и каждый из вас получил для себя какие-то новые сознания, какое-то новое определение границ, и я напомню, что вот в интерактивной части вопрос очень полезный был задан, как вы определяете, что мое, что не мое, вот, советую вам периодически об этом задумываться, потому что мы не всегда адекватно вообще пытаемся что-то захватить, думаем, что это наше, а если честно задуматься, а с чего это, с чего это оно, наше-то, вот бывает очень полезно отрезвляющее определить свои границы, переопределить их заново, да, и периодически вообще это делать на постоянной основе. Поэтому поддерживайте свои границы актуальными, не всегда нам нужно удерживать что-то старое, это, кстати, один из моментов, когда что-то из нас в жизни уходит, можно это отпустить. Старый бизнес-проект, старое партнерство, старую дружбу, старых людей из жизни, и уже не думать, что они наши, да, как, знаете, бывают некоторые люди разведутся там, а потом думают, ой, с кем он пошел, там, откуда он будет, это уже не твой человек, ты решил с ним расстаться, отпусти его, не надо оставлять границы там, где они уже неактуальны. Поэтому поддерживайте границы в актуальном состоянии, и пусть в вашей жизни тема границ теперь станет более такой адекватной, более спокойной, более комфортной для вас средой, потому что выстраивая свои границы, вы сможете сделать свое накружение более подобающим для вас, более удовлетворяющим ваши личные потребности. От этого и будет ваш путь к счастливой жизни. Ну, всем я желаю приятного завершения этого субботнего вечера, а встретимся мы с вами снова через две недели. В следующую субботу я сделаю пропуск, а вот через две недели мы снова разберем одну из актуальных тем, которая будет нам полезна, и я буду рад всех вас видеть снова вместе. Если тема границ кому-то еще более глубоко, хочется ее затронуть, более глубоко проработать, то обращайтесь ко мне в личный контакт, на личные встречи, личные консультации или в личный коучинг, где мы эти темы личных границ очень часто прорабатываем. Поэтому все решаемо. Приносите свои запросы, мы их обязательно реализуем. Все, спасибо всем за встречу. Всего доброго. До свидания.